Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и мы сегодня снова из себя на проекте Мазин Хури Плей, это второй сервачок, все ссылочки есть как всегда в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а в этом ролике, дамы и господа, я вам покажу просто самую лучшую машину на проекте, просто самую мбовую, самую просто лучшую, которая есть, лучше просто не бывает. Эта машина мне обошлась примерно в 100 миллионов рублей, то есть видочек реально будет интересный, я немножко приболел, поэтому извиняюсь за свой голос, приболел как бы, с утречка проснулся, горло, нос как бы, стандартный набор короче и так далее, поэтому если что извиняйте. Но все равно не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, давайте постараемся на это видео набрать 200 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Ну а если ты хочешь жить в таком крутом доме, то конечно же вводи мой промокод, пишешь слэш мм, седьмой пункт промокод, указай друга ютубера и вводишь промокод Палканов, за этот промокод ты получишь 350 тысяч. Также большое спасибо всем тем, кто уже ввел мой промокод, вы реально красавчики просто, реально вводите промокод, его можно вводить на любом серваке, качайте уровень и забирайте свои бабки. Ну а я вам желаю приятного просмотра, а тем кто кушает, приятного аппетита. Дамы и господа, минуточку рекламы, нашел недавно очень классный паблик с новостями про наш любимый Амазинг РП, то есть здесь вы можете посмотреть, получается, новые спойлеры будущего обновления, можете также поучаствовать в конкурсах, заработать очень хорошие призы. Также в этой группе есть интервью с разработчиками, очень важная информация там и так далее. Паблик реально очень годный, здесь много всякого интересного есть, поэтому всем советую подписаться, ссылочка на этот паблик будет в описании под видео, поэтому заходите, подписывайтесь, следите за этой группой, будьте всегда в курсе самых интересных новостей и крутых обновлений. Ну что ж, дамы и господа, всем доброе утро, для кого-то на доброе, для кого-то не очень, потому что я лично приболел, у меня как бы насморк, горло болит, короче, стандартный наборчик такой, чисто с утрачка проснулся, а тебе уже всё, гг. Короче, дамы и господа, я вам в этом ролике покажу самую лучшую, самую прекрасную просто машину на проекте, на которой я катаюсь, от которой я кайфую и в которую я вложил много бабок. Как начинается утро владельца АЗС? Ты такой заходишь, пишет Бусинес, а у тебя топливо нема почти, поэтому приходится как бы брать и везти топливо. Поэтому вот так вот начинается утро, получается, владельца АЗС. Поэтому сейчас мы отвезём топливо на АЗС, и потом уже поедем обозревать мой автомобиль, я вам расскажу, сколько я бабок его вложил, там и так далее. То есть видосик будет такой интересненький, такой ламповый. Я очень давно не болел, поэтому я забыл, как вообще это всё происходит, и когда я проснулся сегодня утром, я был, конечно, не особо этому рад, Но будем стараться, буду как бы лечиться. Чаёчек там с лимончиком туда-сюда, поэтому можете как бы поставить лайк, подписаться на канал, мне будет очень приятно. И постараюсь скорее выздороветь, чтобы для вас каждый день снимать ролики. Там далеко-далеко есть земля, там много снега, бла-бла-бла-бла, ла-ла-ла-ла-ла, песню я не помню, поэтому буду петь какую-то хуйню, у меня не похуйю. Ой, ладно. Ой, блядь. Да, да-да, Кирилл, 23 года. Заливаем, короче, 1300 литров, и теперь можно идти. Ещё, пацаны, вот наша АЗСочка, можете приезжать закупаться, тыры-пыры там. Знаете, я заметил то, что мне везёт на номера. Частенечко на вот эту машину выпадают какие-то полублатые. Кто подписан на группу, тот знает, поэтому в этот раз как бы не исключение, пацаны. С утречка проснулся, взял машинку, а тут полублатики выпали, симпатичные такие. Ну что ж, вот я и приехал, и как вы думаете, какой из этих автомобилей именно принадлежит мне, и про которые я вообще хочу рассказать. А может быть, это реально елик, пацаны? Ну реально. Ладно, блядь, кто на стримах сидел, кто видосы смотрел, тот, в принципе, понимает, что это АМГ-GT. Ладно, брата наебал. Ладно, это Ешка, пацаны, да. Это моя любимая просто родная Ешечка, в которую я вложил денег, ой-ой-ой, дай боже, просто. Реально, я в неё вложил, но я не знаю, если посчитать, мне кажется, это около 100 миллионов. Вот давайте, допустим, посчитаем тачку, я купил за 45 миллионов, номера в ней большие есть 15 миллионов. Плюс я сюда поставил, получается, нитро и гидравлику. Нитро стоит там, наверное, ну допустим, нитро там 15 миллионов, гидравлика там тоже 15 миллионов, это уже тридцатка, да? Получается уже 90 миллионов, плюс там тонировочка там, тудым-сюдым, то есть около 100 миллионов мне обошлась эта тачка, пацаны. То есть я её реально собрал под себя, я её не планирую продавать, хотя мне многие предлагали за неё деньги, как бы, чтобы я её продал там туда-сюда. Но я этого делать не хочу, потому что тачку собирал для себя, для души, чтобы просто не ездить, кайфовать. То есть, в данный момент это моя посидинная машина, в которой я постоянно езжу, бля, уже целку вбитая, ну блин, я же её чиню каждый день. Короче, пацаны, третий чип, занижение, развал, сигнализация, антирадар. Короче, здесь есть всё, кроме аудио и стробоскопа, реально, здесь есть всё, кроме аудио и стробоскопа. То есть тачка реально заряженная. И я так считаю, что на ней не хватает тонировки, то есть, честно, жалко, блин, отдавать бабки сейчас, мне придётся 24 сейчас отвалить, чтобы на неё поставить тонировку фуловую. Я хочу ещё поставить неон эту машину, но хочу поставить неон не радугу, а поставить либо, который одним цветом светится, либо который двумя цветами светится. Так, лобовое стекло, 15%, лямб 200, ставим. Ну, бля, да, стало лучше, пацаны, реально, стало намного лучше. Даже если мы сделаем теперь вот так без рафики, то есть, теперь тонировочка прям очень сасная. Но, по итогу, пацаны, я проебал просто 2 миллиона 400 тысяч, чтобы она была прям сасная на 100%, это нужно было сделать, реально, потому что, ну, блин, у меня жопа затонирована, а морда и бока тупо аквариум, поэтому было реально некрасиво. Если я рамки поставлю, они здесь были, здесь стояли красные рамки, то есть, у меня машина полностью чёрная. Чёрная на чёрном, то есть, диски чёрные там и так далее. Ну, тупо бункер, ебать, тупо антихром, понимаете? И если я поставлю там рамки какие-то красные там, либо ещё какие-то, будет херня. Я хотел забрать рамки с вента, которые там Смотра, там Мамкин Гонщик, Эмпауэр, то есть, если сюда рамки Смотра поставить, они чёрные такие, они очень пиздато будут смотреться, реально. Ну, я не знаю, где их взять, реально, типа, как бы, вент закончился, то есть, я не видел их в продаже даже, ну, я не видел рамки в продаже, то есть, мне кажется, толком их никто не забирал. Единственное, у кого я эти рамки видел, это у Мерикоса. Ну, реально дорого, блядь, ну, 60 лямов. Блядь, я помню, когда я покупал чипы по 25 миллионов, это было 3 месяца назад, я покупал третьи чипы по 25 лямов, понимаете? То есть, это была нормальная цена. А сейчас, ебать, я не знаю, что с ценами, какие нахуй 60 миллионов, пацаны? Ладно, там, 40, 45, ну, сука, ну, не 60, ебать, но это, ну, реально, это реально очень много. Ставишь, там, допустим, на Магнум 3 чип, но Магнум с этим чипом продают по 45 миллионов. То есть, какой резон вообще покупать чип за 60, ставить на Магнум, если он будет стоить, ебать, всё равно дешевле, понимаете? То есть, вы уйдёте в минус. Вот это она, конечно, ебашит, пацаны. Дай боже, реально. Максималка 280. Ой, блядь, ой, блядь, ёбаная ела, нахуй. Вот это вы ебало, блядь. Конечно, если рассматривать эту машину в плане дрифта, да, она не дрифтит, то есть. Ну, такое, знаете, непонятное. Ну, в принципе, можно подрифтить, но, пацаны, не особо это у неё получается, на самом деле. Ну, хотя, ух, ебать, это было неплохо. Это было реально неплохо сейчас. Блядь, я хочу на ней бублик такой сделать, охуенный, полный. Хочу сделать на ней такой бублик просто. Увидели, как она такая чисто закинулась и такая начала бублики крутить? Не, блядь, её сильно быстро выравнивает. На ней бублика не покрутишь. А не, в принципе. Блядь, ну это сложно очень, как-то надо этот момент словить просто. То есть, да, на ней, в принципе, можно подрифтить, но, ну, это не тот дрифт, который, в принципе, должен быть. То есть, если сравнить её, там, с Марк 2, допустим, то есть, ну, это совсем другой дрифт. То есть, у неё такие, знаете, большие перекладки. Ох, ебать, бублики начала крутить. Вот это оно, ебать. Ну, такие, да, бублики можно покрутить, но, видите, это очень сложно делается. То есть, как-то надо момент чисто словить, ебать, чтобы она это сделала. А так чисто ты подрифтить не сможешь, реально. Но зато она, знаете, такая очень уверенно держится на дороге. То есть, она такая очень резкая по управлению. То есть, тачка, реально, я считаю, самая лучшая просто. Ну, то есть, не обязательно, там, покупать её, там, третий чип Nitro. Ну, не обязательно это делать. Она, как бы, на первом чипе очень хорошо едет. То есть, раньше самая имбовая тачка была, это BMW M5 F90. Но её пофиксили. И теперь, вместо неё, самая имбовая тачка, это вот эта вот машина, это Ешка, получается. То есть, в данный момент, это самая имбовая, самая такая лучшая машина на проекте. То есть, лучше просто нет. Ну, что ж, дамы и господа, это я буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Покажите на этом ролике, реально, очень хорошую активность. Давайте постараемся набрать 200 лайков. Я вам буду, реально, очень-очень благодарен. Если вам, реально, этот видос залетит хорошо, то можно будет записать, пацаны, трюки. Как я делал это с Муркой. Помните, Мурка в деле, там, трюки, попрыгать, полетать, там, ну, поприкалываться. Поэтому, если вас такая тема заинтересует, то напишите об этом в комментариях. Ну, либо просто можете поставить лайк, чтобы я понял, то, что вы реально хотите продолжение с этой машины. Чтобы я на ней, как бы, потрюкачивал. Чтобы я показал всё, на что эта машина способна. Все ссылочки есть, как всегда, в описании под видео. Поэтому, заходите, смотрите. Начинайте играть вместе со мной. Если что, играю на втором сербачке. Могу вас принять в семью, в компанию. Поэтому, буду всех ждать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.